друзья пользуюсь моментом хочу посоветовать вам хороший кулинарный канал твой вкус на канале вы найдете очень много вкусных рецептов без заморочек и самых простых и доступных продуктов пожалуйста поддержите этот канал подпишитесь на него ссылочку я оставлю в описании ролика спасибо всем большое за поддержку друзья всем привет и сегодня у нас а готовить один повар который был во многих роликах работает в городе шахрисав кафе сарбон так петух домашний и 3 бронерных куриц так как компания большая поэтому столько просто на половине только вот это по-другому расплавили цвет мясо разница какая между домашней и заводской фаланги и сальную железу и что-то мне кажется что мы на пятерых лишь канули у нас получается общие 8 килограмм куриц вот и подобрались к домашней опа она и рубится уже по-другому кости более крепкие на кролика похож грудь у петуха вообще никакая одни кости желудок печень почки тоже туда до приступаем к мариновке корейская соль это волос ноги китайская соль корейская соль следующее что соль обыкновенная паприка похоже перец и еще там немножко красителя есть но что-то не естественный цвет сам покупал ее и думаю что там есть пищевой краситель чуть-чуть там яркий он слишком а я че такой крахмал крахмал и масло растительное так чуть-чуть чтобы специи прилипли курица и этот петух почему-то маринуется отдельно не в общей куче все все похоже курица это петух все да и сколько минут нич минут полчаса мариновка приступаем к луку то есть повар приступает к нарезке лука у нас получается 8 килограмм курицы 4 килограмма лука 200 грамм чеснока полтора два килограмма помидор так почему еще брали еще что-то буральному ну что нам повар сказал покупать а и килограмм болгарского перца зеленого местного местный смысле грунт грунтовой тоненький вкусный который ароматный и сельдерей две штучки тем временем в этой мантышнице сейчас варится 50 мантышек нет наверно больше я вас обманул сто лук полукольцами крупно потому что за время тушения все равно он распадется и воскресенье и если Если нож острый, то, наверное, получится кольцами. Чеснок нарезается крупно. Здесь у нас где-то три крупных головки. Еще заметил, что в Узбекистане любят сельдерей. Кинзу не так, а вот сельдерей любят. Наверное, из-за того, что его добавляют в лагман. То есть вкус знаком всем. Ну и последние помидоры. Помидоры, как на шокороб. Может, чуть покрупнее. На салат, кто не знает. Сегодня мы хорошие помидоры взяли. Обычно очень часто попадает в середине ножка, вот эта белая. Здесь, видите, много мякоти. Остальные помидоры разрезаются на половинки. Скорее всего, это сверху будет накладываться. Для красоты. Эстет. Повар эстет любит красиво. Потрогаю ее нож. Ну, не такой он тяжелый, он просто острый. Говорит, вообще, вон, видите, самодельный. Приварили крючки от ножа, похоже. Между прочим, кто не знает, эта мантышница, у нее нет дна. Она просто вот так, на казан с водой кладется. И варятся мантышки. Мною нелюбимый момент. Готовится будет, по-моему, в двух казанах. Или в одном, нет, в двух. В одном будет делаться чекамбиль. Ну, в смысле, вот это, все овощи тушится, по-моему. А в другом будет мясо предварительно обжариваться. Чедрое лето. Здесь, наверное, стакана полтора. Лавровый лист. Перец горошком черный. Ну, это специи, которые нам нужны. Зира. Две столовых ложки. Без горки. И один куриный Галина Бланка. Галина Бланка, да, да. Я понимаю, сейчас найдется много тех, кто напишет, какие Галина Бланка, какие кубики. Но, если честно, много раз видел, когда повар втихаря добавляет. Не буду говорить, в какие блюда, но честно это видел. И все очень вкусно. Вторая горелка поджигается. Здесь будет готовиться масло. Не идет газ. Пошел газ. Огонь нужен мощный, чтобы разогреть это масло. Капкыр? Вот это капкыр? А, нет, это половник. Не видно, где капкыр. Это что? Это казан кабоб? Да. Это лук? Лука много не бывает. Вот такой запах пошел, друзья. Сразу же болгарский перец. Такая луковая подушка у курочки с этой. Что с тобой, Хус-н-Зин? Пьес? Пьес. Ну, знаешь, как у далеку? вот Сколько порций будет? Ничь порция. Ничь порция. Ничь порция. Двадцать порций будет, двозит. Хуснидин мне до умения, сколько порций с двадцать килограмм курицы. Под казан с маслом добавили еще одну горелку. Городского не хватает, подключили баллон, надо быстрее нагреть его. Прошло минуты три, крышка еще повар не накрывает. Прошло еще три минуты, огонь под луком выкручили полностью. Ждем пока прожарится мясо, начнет жариться. для обжарки мяса. Глаза начинает резать, здесь все вместе. Сначала петух домашний. У меня все-таки подозрение, что вот это мясо будет жестче. просто не знаю, мне самому интересно. так все, первую партию вытащили. Буквально три минуты, даже находилось две минуты. Огонь сейчас включили под луком, получается домашнего петуха, туда вниз. сам повар по секрету мне сейчас сказал, что домашнее будет жестче. Сразу за раз можно идти поджарить две курицы. Душно? Ты куда зашел? Душно? Душно? Давай. Да ладно. У нас глаза резли, я могу уже. Бедный повар весь день так стоит. Чуть-чуть подрумянили в масло. Не знаю, буквально полторы минуты. Две, наверное. В смысле, это только первая партия мяса, там еще чуть-чуть есть. А зачем? Ну ты же сказал, на 4-8 килограмм. Все? Бульдей, да? Готово. Вторая партия точно так же обжарилась. Берминос. Берминос. Еще одну минуту. Красивая красная кубочка. Хурматляр. Не знаю, даже перевод этого слова, он прям въел с на язык. Что такое хурматляр? Хурматляр? Что такое? Хурматляр? Да. Что это? Ну что это такое? Хурматляр? Да, как переводит? Уважение? Уважение. А вишнее слово какое въелось. Литр воды еще добавляется. Она в своем соку тяжело будет тушить, потому что он начнет перегорать. 전�riccio. ommen acquired��다 реализован. Анастон. Заливание. Заливание. Вachuка. Заливание. Заливание. iği Mainзер. и оеговоеNI НЕВАНОМУС�. Наверх. Заливание. 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 Поехали. Взащиты. еще зира и красивые помидорки укладываться все медленное кипение небольшой огонь вообще максимально убавить его накрывается крышкой и час двадцать прошло полтора часа захожу на кухне пусть не один нарезает чуть такой петрушка короче делает красоту мелко красный перо лука перо лука еще три помидорки еще там еще делать одновременно одновременно готовить успевает несколько блюд там все то есть здесь нет четкого времени тушится до тех пор пока улица не приготовится смотри как они сдулись на глазах ну все красиво не знаю почему но мне кажется что я уже в Кашкадаре выжил максимум блюб блюб блюд из поваров нужно перебираться куда-то да в сторону каракалпака там где-то готовят блюда из сырого фарша даже не обрабатывают то есть сырое мясо едят очень хотелось бы посмотреть этот рецепт на улице уже темно темно и грустно вот так сушат кукурузы узбекистане на зиму для вот таких вот вот барашей да бараши 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 не боится давай коричневый вон у нее наярю даже не дождавшись зиму хорошо принесли курицу сразу видно что это домашний петух это заводские бройлеры выглядит очень красиво и аппетитно время попробую курицу курицу вкус там знакомый зачем-то голубцами отдает потому что наверно много лука болгарский перец сочная мягкая курица в луковом соусе вкусно но отличается немножко от чахагбили по грузински потому что там немножко другие приправы используются но это тоже очень вкусно достойное блюдо недорогое бюджетное всем советую я решил все-таки продегустировать этот сок меня поправили не сказать попробуй сок пожалуйста сок от овощей чем ты похож на шурпу в котором много лука на вкус нити сок о